Сегодня хочу поговорить о манипуляциях на рынке. Дело в том, что недавно произошло три громких случая с манипуляциями на рынках. И два случая были в США и один у нас, что важно. И вы поймете, почему я хочу об этом рассказывать в конце видео. И в конце видео я постараюсь рассказать о том, как избежать манипуляции. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Как я уже сказал, что на рынке в последнее время произошло несколько таких случаев громких с манипуляциями на рынке. Что такое манипуляция? Манипуляция это когда кто-то управляет действиями большого количества людей на рынке с целью извлечь прибыль за счет того, что забрать эти деньги у других на самом деле. Вот что такое манипуляция. Итак, смотрите. Первый случай в Америке, он самый такой вот громкий, самый характерный. Поэтому я на нем остановлюсь более подробно. Дело в том, что в Америке, так же как и у нас, в последнее время появилось огромное количество новых пользователей на фондовом рынке. Но в Америке почему это произошло? Дело в том, что в Америке традиционно считается, что фондовый рынок, он не для бедных. И туда надо идти с большими деньгами. И там обычно с большими деньгами идут. А вот в последнее время появился сервис такой, Робин Гуд, который называется. У всех брокеров в Америке там достаточно высокие платы за обслуживание. Ну, в частности, обычная комиссия за совершение, минимальная комиссия за совершение сделки полтора доллара. Получается, что нужно оперировать большими суммами для того, чтобы комиссия была низкая. Поэтому это было не для бедных занятия. И Робин Гуд, такой сервис интересный, это вообще говоря не брокер, но вполне законный. И он говорит, а мы сделаем так, что можно делать без комиссии вообще сделки на фондовом рынке. То есть, ребята, халява появилась в Америке на рынке. И на эту халяву ринулись как раз огромное число людей, которые любят халяву. Это очень важно. И среди этих людей, ну, как бы много молодежи всякой, эти молодые люди, они, ну, во-первых, любят халяву, во-вторых, у них мало денег, хотят быстро заработать. А в-третьих, они воспринимают, что важно, воспринимают биржевую, ну, как бы торговлю на бирже, как игру, как так называемую, ну, типа, как в рулетку и так далее. И поэтому они к этому так и относятся, как к игре. И вообще, ну, как бы, игроманы, грубо говоря. То есть, люди, геймеры, которых много. И эти геймеры, они тусуются. Вы знаете, что в соцсетях, опять же, у геймеров есть огромные сообщества. Они там свои стримы пускают, какие-то танки там, какие-то стрелялки, бродилки, думы. Вот. Ну, это очень сильно развито. И это огромный бизнес. Это игровые приставки, это игры новые, какие-то версии, так сказать. Там этим бизнесом занимаются, конечно же, различные корпорации. И есть целая сеть магазинов, которые продают вот эти вот игровые приставки и игры. И эта сеть магазинов продавала игры, приставки, ну, на CD-дисках и так далее. Но с развитием интернета, ну, можно скачать уже без диска, так сказать, через интернет. Нет такого необходимости идти в магазин. Ну, да, приставку там купят. Ну, короче говоря, у этой компании начались там проблемы некоторые. И у этой компании, ну, пошли убытки. А что происходит с компанией, когда у нее убытки? Друзья мои, ну, давайте на раз-два. У компании акции должны падать, по идее. И компания по финансовым показателям показывает месяц от месяца убытки там, ну, регулярные. И понятно, что акции ее падают. И поэтому, значит, хедж-фонды крупные и управляющие, естественно, гонятся за прибылью. И они, очень хорошее дело, начинают шортить эти акции компании GameStop. А GameStop, это сеть магазинов, где тусили всякие геймеры. И геймерам стало обидно. Геймерам стало обидно. Они говорят, слушай, ну, почему наша компания вот так вот это самое, ее опускают? И пошла информация о том, что кто-то запускает такую вот информацию о том, что это все умышленно, ребята. И вот эти вот жирные коты, которые хедж-фонды, они специально давят нашу компанию любимую, вниз опускают. И давайте мы их накажем. И, как я уже сказал, геймеры находятся, ну, в соцсетях, они, значит, там тусуются. У них там достаточно большая сеть. Они говорят, давайте мы сообща, соберемся и накажем вот эти вот хедж-фонды. Каким образом мы их накажем? Да очень просто. Давайте мы в один момент соберемся и будем покупать акции компании GameStop. Они в результате, ну, вы знаете, как формируется цена акций. Спрос-предложение. Компания GameStop не самая крупная на бирже, поэтому можно сманипулировать. То есть мы можем единомоментно поднять цену на акции GameStop нашей любимой. И у хедж-фондов сработают стоп-заявки. Они же в шорт сделали. Сработают стоп-заявки и все. И мы накажем этих жирных котов. И вот сейчас вы видите график цены на компанию GameStop. Смотрите, в определенный момент они в своей закрытом чате, в своей соцсети, дают команду. Покупаем акции компании GameStop. И эти акции начинают резко лететь вверх. Но кто покупает эти акции? Эти акции покупают участники этого чата. И там есть лидер мнения, который говорит, вот, дал команду, мы покупаем. А участники пошли. Ну, кто-то раньше купил, кто-то позже. И поэтому, значит, цена покупки у каждого участника чата будет разная. И чем позже он приходит на рынок, тем выше цена, по которой он покупает эти акции. И вот оно счастье. Значит, они вздувают эту цену резко. Они празднуют победу. Срабатывают стопы у хедж-фондов. Хедж-фонды вынуждены продавать акции. Ну, по стопам просто автоматически они продаются. Соответственно, все довольны, все смеются. Мы наказали этих жирных котов. Но что в результате? У компании прибыль не прибавилась. Просто деньги перетекли от кого? От, во-первых, хедж-фондов. А, во-вторых, от участников форума. Кому? Организатору этого форума. То есть, налицо явная манипуляция. То есть, человек, лидер мнения, он говорит, давайте купим акции, давайте накажем, там, сказать, там, какую-то идею под это заложил. Но при этом сам, в общем-то, здорово обогатился. Теперь второй случай, который произошел в Америке совсем недавно. Всем известный товарищ Илон Маск. Тесла там и так далее, SpaceX всякие, которые запускал. Ну, известный пиарщик. И он однажды вот в интервью совсем недавно тоже, ну, это уже после того, как произошел скандал с Геймстопом, у него спрашивают, что вот дальше, как будем развиваться, как вы собираетесь развивать компанию Тесла там и SpaceX. И он говорит, ой, у меня проект такой, вообще, мы хотим, там, я хочу вообще все продать, вообще, все активы. И хочу сконцентрироваться на освоении Марса. В Марс там технологии, значит, там какое-то поселение будем делать. Все дела и вообще, поэтому я прям вот хочу все вложить туда. Все, что у меня есть, вложить туда. Ну, надо сказать, что Тесла очень сильно раздута, как пузырь. И есть подозрение, что она начнет очень здорово сдуваться. Да, в принципе, уже начала. И вот в ответ на этот вопрос он говорит, я вот хочу там все продать. Ну, пока я, наверное, сказать, еще, да, вот еще такой важный момент, это криптовалюты. Ну, пока я решил вложить там большую часть денег своих, которые, значит, есть в биткоины, много денег. И я решил еще, может быть, я даже создам свою собственную криптовалюту. Я даже еще не знаю, как она будет называться. Ну, как-нибудь, я даже не знаю. Ну, наверное, Марс как-нибудь, вот так. Вот. И, собственно говоря, все. Он не призывал никого, но он же понимает, что его мнение, к его мнению прислушивается, к мнению Илона Маска. И люди побежали тоже покупать биткоин, раз Маск говорит, что биткоин, в общем, сказать, он хочет купить биткоин, потому что это выгодно. Побежали покупать, цена на биткоин резко взлетает. И что самое смешное, выясняется, что криптовалюта с названием Марс уже существует. И, ну, она просто была создана, судя по всему, по приколу, потому что кто-то говорит, да, криптовалюту создать ничего не стоит, потому что, ну, она вообще, так сказать, ну, может быть, ничем не обеспечена, это правда. И он говорит, ну, вот, пожалуйста, вот есть батончик Марс, и вот она, криптовалюта, вот я сейчас сделаю ее, она будет обеспечена вот этим батончиком Марс. Ну, как бы вот так, шутки ради. Я пытался найти эту криптовалюту на Бинансе, я ее не нашел. Но, оказывается, она существует где-то, и, оказывается, люди нашли эту криптовалюту и резко начали искупать. Там вообще заоблачно она взлетела, соответственно. Но биткоин при этом взлетел тоже сильно. Я думаю, что Илон Маск вообще не подозревал, что есть криптовалюта с названием Марс. Ну, а на биткоине, как говорят, он заработал 28 миллиардов долларов. Вот так вот, между прочим. Ну, были возмущения и к Робин Гуду, значит, обратились, значит, ну, платформа, которая дает доступ к бумагам. И Робин Гуд очень быстренько взял и обрубил возможность покупать и продавать. Ну, то есть он как бы заморозил акции Геймстопа. То есть люди купили, они смотрят, акции падают, а продать они их не могут. Вот такая история произошла в Америке. Теперь, что касается России. А в России недавно тоже произошел такой же скандал. И этот скандал был связан, что характерно, опять же, снова, с небольшой компанией. Это компания МРСК Юга. Там межрегиональная распределительная сетевая компания, то есть которая занимается, грубо говоря, продажей услуг по электроснабжению и там газу, наверное. Вот, судя по названию, на юге. Ну, не самая крупная компания, не самая популярная. И, как говорят, кто-то из блогеров тоже собрал у себя, значит, в закрытом чате в Телеграме людей. И он сказал, что давайте-ка мы запампим вот такую компанию. Акции компании начнут расти. На эту компанию все обратят внимание и начнут покупать. Ну, а мы в это время продадим и таким образом заработаем деньги. Центробанк в результате, ну, заметил, что вот эта манипуляция происходит. Я не знаю, как они это пронюхали, но, в общем, огромное количество, ну, много количества брокерских счетов были заблокированы как раз по подозрению в манипулировании рынком. То есть, люди раз и тоже счет заблокирован. Почему? Пока не разберемся. Есть подозрения в противоправных действиях. И почему я об этом начал говорить? Я вдруг подумал, ну, хорошо, ну, там в Америке понятно, да, там есть лидеры общественного мнения, они высказывают какое-то предположение или там делают призыв, чтобы люди покупали. Люди покупают, эти лидеры общественного мнения, они, значит, наживаются, да, характерно. Вот. И через что они делают призыв? Либо как маска через средства массовой информации, но обычно это происходит через какие-то социальные сети, как с Геймстопом, так же, как и у нас. И вдруг, значит, ну, недавно совершенно, кто у нас лидеры общественного мнения, вообще, кто у нас самые большие, самые популярные лидеры вот на этом поле. И недавно Кира Юхтенко, которая ведет канал Инвестфьючер, она вдруг вот, ну, как бы про этот Геймстоп говорила, и говорила, когда, ну, во-первых, у нее про Геймстоп было, ну, мне это не близко, я не стал видео снимать на эту тему, а когда речь шла о России, то Кира тоже сняла по этому поводу видео. И она сказала, что, говорит, ну, да, вот есть такая манипуляция, и, говорит, даже ко мне обращались люди, ну, как бы, чтобы я там рассказала про МРСК Юга, ну, типа, помогла им вот с этой манипуляцией. Я, говорит, от этого отказалась. Ну, честно говоря, ко мне никто не обращался с таким предложением. Ну, вообще говоря, ну, у меня популярность, естественно, намного ниже, чем у Киры. Но я вдруг подумал, что, в принципе, под определение вот такого манипулятора я могу подойти. Поэтому я решил снять это видео и решил рассказать о том, не потому, что я хочу сказать, что, вот, ребята, это не я, это не я, это не я, ну, это действительно не я, вот, а я решил рассказать о том, как отличить манипулятора от неманипулятора. Вот Кира тоже сказала, что это не я. Вот, ну, надо посмотреть, что движет человеком, который, ну, вот выступает и который говорит, вот, надо, ну, про какой-то инструмент. Смотрите, я когда рассказываю про различные фондовые инструменты, конечно же, ну, я говорю, что, ребята, я хочу вам помочь заработать деньги. Я выбираю самые интересные инструменты, которые принесут вам, вам прибыль. И вот я считаю, что надо покупать их, там, например, да, или когда я рассказываю про портфель 100 тысяч рублей, я говорю, ребята, смотрите, вот портфель должен быть разбит на такие активы, такие активы и принцип выбора этих активов. Я говорю, выбирайте вот эти активы, но не обязательно, то есть я говорю про параметры, а дальше вы включаете свои, ну, мозги и думаете, какие же надо покупать. И когда я рассказываю, ну, когда я рассказываю, не называя активы, мне говорят, ты скажи конкретно, что надо купить. Почему я не говорю конкретно, стараюсь не говорить, что надо купить, потому что, ну, вот есть такая вещь, как, ну, меня могут обвинить в манипулировании. Поэтому всегда все говорят, что вы сами принимаете все решения, и ответственность вся лежит на вас. Это очень важно. Вот, это во-первых. Во-вторых, смотрите, еще раз, что мною движет? Мною движет желание помочь вам заработать больше денег. Не себе, а вам. Вот, но, опять же, я об этом говорю, но посмотрите в мои светлые голубые глаза. Верите вы мне или нет? Но что вы видите? Ну, кто-то видит, доверяет и говорит, да, я верю этому человеку, а кто-то говорит, глаза у него хитрющие, наверное, он хочет на нас все-таки нажиться. И что можно сказать? Что я могу вам посоветовать? А я могу вам посоветовать следующее. А вы не смотрите в глаза, надо в душу смотреть. Что у человека, ну, как бы, к чему он вас призывает? И даже в этом случае вы не сможете определить, потому что, ну, как бы, надо быть психологом. Далеко не все мы психологи. Поэтому тоже, как бы, не получится. Но вот что я хочу сказать. В чужую душу вы можете не заглянуть. Загляните в свою душу. Вот это важно. Посмотрите в зеркало. Что движет вами? Что вы хотите? И я вам скажу так, что вот вы не психологи, вы не сможете заглянуть там в чужую душу. И вы думаете, что в вашу душу никто не заглянет. Это не так. Если вы находитесь в соцсетях, в частности, например, вот сейчас вы смотрите меня на Ютубе, скажем, или на Яндексе, то соцсети знают, о чем вы думаете. Я не знаю. Вы можете скрывать, но от соцсетей вы не скроетесь. У них есть алгоритмы четкие. И они четко понимают, что вас привлекает, какие у вас интересы. И вы видите у себя в ленте, вот, значит, рекомендуемые видео, они полностью соответствуют вашим интересам. Если вы хотите заработать много денег, и вы, ну, какие-то вот у вас мысли, так сказать, вы там останавливаетесь в ленте на таких, так сказать, это все анализируется, то вам Ютуб будет показывать, или другая любая сеть будет показывать соответствующий контент, где вам обещают, что вы заработаете много денег. И, ну, то есть видно, что вы попадаете с этим в такую, ну, вибрацию, то есть вот вас туда направляют, в то сообщество, с которым вы находитесь, ну, вот в одной энергетической, как бы, связи. То есть понимаете, да? И вы идете в это сообщество, и там собираются такие же люди, у которых такие же интересы, как и у вас. Ну, в частности, вот, речь идет о геймерах, там, в общем, сказать, те еще, в общем, энергетики. И они говорят, что, ну, вот, да, давайте соберемся, давайте там заработаем где-то кучу денег. Короче говоря, если у вас есть желание заработать побольше и быстро, то вы практически наверняка попадете либо на Форекс, либо на бинарные опционы, где вас разуют, либо попадете на манипуляторов. То есть прямой риск. Подумайте, что у вас в голове, что вы хотите. Если вы хотите заработать быстро, вы найдете либо тех, либо других, которые помогут вам избавиться от денег, которые с такими же энергиями, но посильнее. То есть они вас, они тоже хотят заработать побыстрее за счет вас. Вот такая история. Подумайте об этом. Теперь смотрите дальше. Какие еще энергии, низкие как бы вибрации получаются. Ну, в данном случае с геймстопом. Смотрите. Желание наказать кого-то. Желание отомстить. Желание кого-то, так сказать, за это самое, заплющить. Ну, в частности, вот этих вот, эти хедж-фонды. Это тоже, ну, как бы низкие желания. И, ну, руководитель этого сообщества, он просто как бы воспользовался этим, этими энергиями. Он призвал людей, давайте мы всех туда, значит, на баррикады. Ну, а сам на этом деле нажился. Да, еще есть желание такое. Смотрите. Вот я в прошлом видео рассказывал про такую вещь, от которой сам не могу избавиться, если честно. Это, смотрите, когда мы предполагаем, что рынок пойдет туда, а он идет не туда, то, в общем сказать, мы делаем ставки вот, ну, в сторону того движения. И бывает такое, что, ну, мы теряем деньги. И у нас возникает желание отыграться. Я просто вот, ну, это вижу регулярно. И, ну, у себя борюсь с этим делом. Ну, мне кажется, что у себя я немножечко побеждаю. Но есть люди, которые прямо вот берет злость, и, блин, я потерял столько, сейчас я быстренько куда-то вложусь, и тоже быстренько заработаю. Тоже боритесь с этим делом. Если вы где-то потеряли, то, ну, это уже в прошлом все забудьте, и начинайте делать все заново. Это тоже очень-очень сложно. Не стремитесь вернуть и так далее. Ну, характерный случай. Вот у меня в чате, в закрытом, один человек написал, ну, который прошел курс биржи для чайников, он говорит, блин, я купил Mail.ru, она упала. И теперь у меня единственное желание дождаться, пока она отрастет до того уровня, по которому я ее купил, продать и забыть навсегда. Ну, ну, неправильно это. Если она упала, то она упала. То, ну, как бы, начинайте сначала и думайте. Ну, она упала. Куда она пойдет дальше? Если она пойдет дальше вниз, то, в общем, ну, так сказать, может быть, стоит ее продать прямо сейчас. А если она после этого, если вы надеетесь, что она пойдет вверх, то, в общем, зачем ее продавать? И если она пошла вверх, достигла этого уровня, зачем ее продавать, если она пойдет дальше вверх? То есть анализируйте, как бы, ну, с чистого листа. Это очень важно. То есть характерная штука. Вот смотрите, акция упала, и он говорит, я дождусь, пока она вырастет, я ее продам. Значит, вы не получаете прибыли, вы покупаете следующую акцию, следующая акция упала, и, соответственно, вы ждете, пока она вырастет. Но будут такие акции, которые вы не дождетесь, когда она начнет расти, она будет падать, 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 а вы будете плакать, плакать, плакать. Поэтому это неправильный выход, просто характерная штука. То есть, прежде всего, смотрите, анализируйте, включайте мозги и анализируйте, что движет тем или иным спикером, входите ли вы с ним в резонанс, и какой этот резонанс, высокочастотный или низкочастотный, какие энергии. То есть, если желание отомстить и так далее, то подумайте о том, что это не совсем правильно. А если вы видите, что человек хочет вам действительно помочь искренне, то и вы хотите тоже его, скажем, отблагодарить, ну, это уже совсем другое дело, но что я имею в виду? Ну, купить курс биржи для чайников – это тоже, в принципе, форма благодарности. Или вот тот же самый курс, ну, как бы портфель 100 тысяч рублей. Пожалуйста, то есть, если вы хотите отблагодарить, отблагодарите, не останавливайтесь. Если вы не хотите отблагодарить и хотите все получить на халяву, то это тоже низкие энергии, и это тоже пагубно, потому что это ведет к потерям в результате. То есть, вы хотите на халяву, вы хотите сэкономить что-то, но в результате вы теряете деньги, непонятно почему. А вот поэтому, потому что вы хотите халяву. Это тоже важно. Геймстоперы тоже пришли в Робин Гуд на халяву, потому что там нет комиссии, они хотят брокера получить, который без комиссии, и все на халяву. Ну, вот халява вот этим обернулась. Все равно у них счета были заблокированы, и все равно они потеряли деньги. Именно поэтому. Поэтому думайте о своих мыслях, что вами движет. Любовь или желание у кого-то умыкнуть денежки. Ну, и думайте вот именно об этом. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.